Снижение до 10% необеспеченного кредитования ожидается в России в будущем году. С такими прогнозами выступили в Центробанке. Напомним, что сейчас таких займов выдается в два с лишним раза больше, из-за чего регулятору пришлось обязать финансовой организации более тщательно проверять платежеспособность своих клиентов. По данным Центробанка, сейчас в нашей стране доля необеспеченных кредитов составляет 23%. Это слишком много, полагают в ведомстве. Причем это риски не только для самих заемщиков, но и для банков, а также микрофинансовых организаций. Как следствие, этой осенью ЦБ ввел такое понятие, как показатель долговой нагрузки, ПДН. Показатель долговой нагрузки означает долю дохода заемщика, которую он тратит на погашение своих кредитов и займов, в том числе того, за которым он обратился в банк или микрофинансовую организацию. Это поможет потенциальному заемщику адекватно оценить свои возможности. Стоит ли все же брать деньги или отложить покупку до лучших времен. Самим кредитным организациям учет показателя долговой нагрузки тоже должен пойти на пользу, убеждены в ЦБ. Ведь необеспеченный займ априори несет проблемы и для самих банков, а также МФО. Банк или микрофинансовая организация должны формировать больше капитала под такие кредиты. И это влияет на издержки банка или МФО. И, соответственно, может повлиять на индивидуальные условия кредита. Сейчас финансовые организации оценивают показатель долговой нагрузки самостоятельно. Однако в Госдуме уже рассматриваются поправки в закон о кредитных историях. В случае их принятия в России появится специальное бюро. Они смогут квалифицированно предоставлять МФО и банкам ПДН по каждому заемщику. Поэтому в ЦБ рассчитывают, что в будущем году процент необдуманных займов снизится более чем в два раза.